Совсем недавно у нас тут выступал языковой омбудсмен, так называемый, это вот уполномоченный по защите государственного языка Татьяна Монахова. И я, честно говоря, не совсем понимаю, зачем вот нынешние уже вот эти вот слоги народа продолжают педалировать вопросы, связанные с языком, поскольку вопрос этот является острым. Опять-таки острым он является только лишь потому, что его сделали таким. На самом деле, ну вот по моему личному мнению, никакой проблемы с языком в Украине не существует. Просто это искусственно сделали, раздули и теперь, конечно же, проблема существует. Потому что есть люди, которые упоролись с одной стороны и кричат, что украинскому ОВЦУС, это, если нам не знаешь мовы, не отримаешь работы, не отримаешь освяти, а другие, наоборот, совсем другое. Кричат, дайте нам говорить, дайте нам второй государственный язык. Ну ладно, давайте к Монаховой, да? Что у нас рассказывает Монахов? Но при этом Монахова забывает сказать, что в той же статье 10 Конституции Украины написано, что в Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского и других языков национальных меньшинств. Причем русского отдельно прописано, ну это исходя из того, что я уже сказал ранее, да? Это основной язык национальных меньшинств, так это назовем. Поэтому он выделен отдельно. Но Монахова об этом не говорит, и как у нас, ну вот все вот, кто упоролся именно, конкретно упоролся по украинскому языку, они вот об этом не хотят вспоминать. Но это Конституция, ребята, что поделать? Будете менять Конституцию? Ну это будет печально, если вы будете вот в этой части менять Конституцию. Это будет очень неприятно, я думаю. Люди будут возмущены. Давайте дальше. Я омбудсмен из защиту государственной мовы. В законе прописано, прочитайте, будь ласка, еще раз наголошую закон, страшного там ничого немає. Окрім того, всі країни європейские мають відповідні закони из защиту своих национальных мов, и это нормальная европейская практика. И вот после слов о том, что все европейские страны имеют соответствующие законы по защиту своего государственного языка, я начал гуглить, потому что прозвучало это слишком самоуверенно. И что я нагуглил? Есть такой товарищ Ранческо Палермо. Он у нас был председателем консультативного комитета Рамочной конвенции Совета Европы по защите прав нацменьшинств. То есть, как раз таки в том числе и прав на использование своего там родного языка. То есть, это вот чиновник, европейский чиновник, мнению которого я склоняюсь доверять больше, чем мнению всех вот этих наших чиновникам. Тем более, я вот, я же говорю, погуглил еще потом отдельно по нему, кто он, что он, и я не нашел про него там какого-то негатива. То есть, если бы это был какой-то действительно там левый, правый, какой-нибудь там непонятный товарищ, про него бы написали бы ну очень много всего, да. А так, ну ничего такого не увидел негатива. То есть, обычный европейский чиновник связан с вопросами нацменьшинств, в том числе с вопросами языков в европейских странах. Его журналист ему задает вопрос. Господин Палермо, существуют ли законы о статусе государственного языка в европейских странах? Палермо отвечает, такие законы есть не везде. Большинство стран Западной Европы закона об официальном или государственном языке не имеют или имеют лишь некоторые положения в определенных законах. А Монахова нам говорит, что все европейские страны имеют соответствующие законы. А вот Палермо говорит, что далеко не все, то есть, нет специальных законов, а у некоторых даже нет, ну как бы и норм, которые этому посвящены. То есть, понимаете, например, в статье 8 Конституции Австрии, да, про Австрию, это же самый лучший пример. В Конституции Австрии говорится, что немецкий язык является официальным языком государства. И больше ничего. Все, то есть, больше в Австрии никак не регулируется вопрос языка. В 2010 году Конституцию Нидерландов, в 2010, понимаете, не было у нее до 2010 года, в 2010 году в Конституции Нидерландов добавили языковую статью, которая устанавливает, что иммигранты должны выучить нидерландский язык. И до этого в стране не существовало никаких нормативно-правовых актов по государственному языку. Нидерланды с большой историей, как бы, да, страна, государство, и у них не было такого вообще до 2010 года. То есть, что до 2010 года у нас Нидерландов не существовало? Абсурд. В статье 3 Конституции Испании говорится, что испанский официальный язык, и каждый гражданин имеет обязанность знать и право использовать его. Италии. Единственное упоминание о государственном языке содержится в уставе автономии Южного Тироля. Ну, как бы, вообще жесть. В котором подтверждается, что и немецкий язык является также официальным в этом регионе, наряду с итальянским. И все. Италии тоже не существует. У них с законом не защищается язык. Ну-ка. Монахова, что ты несешь? Кроме того, в кодексах там в Италии прописано, бла-бла-бла, что может быть использованы итальянские и другие языки, кроме итальянского. В Великобритании нет положений, провозглашающий английский язык официальным. Короче, не существует у нас никаких государств в Европе. Ну, вот он говорит как раз о самых таких центральных государствах. И там, оказывается, вообще все совсем просто. Просто люди живут, знаете, в такой вот парадигме, когда вопрос с языком является сам по себе как бы понятным. Его не нужно разъяснять, растаскивать. Он государственным является, там, либо официальным. На нем разговаривать обязаны все чиновники. Дело производства ведется на государственном языке, и все. И это всем понятно. И больше не надо туда лезть. Никто не раскачивает там лодку по поводу языка. И вот Палермо добавляет. Только в законодательствах тех стран, где в языковой сфере существуют определенные проблемы, есть соответствующие положения. И говорит, что это у нас страны СНГ, короче, и Восточной Европы. Европы, то есть как раз таки все страны бывшего соцлагеря, так скажем, да. Причем проблемы, как я уже говорил, проблемы как таковой нет. Просто у нас местные все чиновники, они всегда любили нас делить по вопросам языка, по вопросам места проживания, там, Восток, Запад. Ну, короче, вот это вот весь бред. А самой проблемы не существует. То есть если бы они сами не раскачивали этот вопрос, то и не было бы никаких проблем. А вот об этом говорит Палермо. Журналист спрашивает у Палермо. Законопроект в государственном языке Украины предусматривает наказание за нарушение его норм. Да, там прописаны штрафы. Палермо отвечает, что международная организация неизменно считает эту практику такой, которая отлично от международных стандартов. То есть международные стандарты не предусматривают, по мнению Палермо, штрафование за нарушение языкового законодательства. Он отмечает, что государство имеет право усиливать защиту официального языка как средство содействия национальной идентичности, но это не может делаться за счет языков меньшинств. Кроме того, подобные санкции не соответствуют нормам международного права. Продвижение языка должно осуществляться только с помощью стимулов и поощрений. Вот тут я за. Двумя руками за. Монахова потом еще об этом скажет два слова, что они будут развивать язык, они только штрафовать, но я очень надеюсь, что они будут развивать. И, очевидно, мы будем развивать целую стратегию заходов гуманитарных, культурных. Треба людей не только штрафовать, это законом предбачено, а еще и мотивовать, разъяснивать закон, мотивовать переходить на украинскую мову, вчити державную мову и использовать ее там, где предбачено законом. В особистом спелкувании, неформальном спелкувании, они могут использовать ту мову, которая им комфортна. Запомнили, записали. Посмотрим, насколько Татьяне Монаховой удастся создать вот эти самые условия поощрения, стимула к изучению украинского языка. Очень хочется посмотреть. Щодо висновків Венецианской комиссии, комиссия відзначила, погодилася с правом України на захист и популяризацію своєї державної мови. Вони отзначают, что в законе позитивным есть то, что, в частности, закладена возможность любого гражданина Украины вивчити державную мову, потому что будут созданы безкоштовные курсы, будем создавать передумовы. Всправді, есть желание, рекомендации Венецианской комиссии. Ну и дальше она рассказывает, соответственно, о том, что это рекомендации, они, в общем-то, не обязательно, и бла-бла-бла. Так и есть. В общем-то, я уже тоже об этом говорил несколько раз. Венецианка, она работает только в формате, когда к ним обращается государство и просит, а дайте-ка нам, пожалуйста, свою позицию по поводу вот такого законопроекта либо закона. Вообще, Венецианка обычно просит, ну не просит, но вот у них такая позиция, что они как бы лучше мы будем изучать законопроекты, а не законы, потому что закон – это уже документ, который там вступил в силу, и уже как бы могут начаться проблемы с его использованием. А когда это законопроект, то мы можем дать свое мнение, и вы там с ним поработаете. Но опять-таки, это не обязательно. У нас, как по Конституции, у нас независимость, суверенитет и бла-бла-бла, и какой-то комиссии, мнение для нас не может быть обязательным, конечно же. И тут вот монахова права, что это не обязательно. Но тогда я всех прошу тогда одинаково воспринимать всегда, во всех случаях, выводы этой самой Венецианской комиссии, как рекомендации. Потому что вот эти вот наши все чиновники, они любят всегда манипулировать. То есть тут говорят, что Венецианка – это рекомендация не обязательно, а в других случаях говорят, а вы что, это же Венецианка, это же наши международные обязательства, хотя это все вранье. Но манипулирует при этом и сама монахова, потому что она там говорит, что вот, Венецианка отметила там позитивные моменты. Венецианка, кстати, отметила еще и негативные моменты по поводу данного законопроекта, то есть закона уже на сегодняшний день. Но монахова об этом не говорит. Я тоже это нашел, погуглил и нашел. Это, в принципе, совсем недавно случилось, в декабре этого года. Вот журналист спрашивает у нас, у вице-президента Венецианской комиссии Вероника Билкова, так ее зовут. Каков главный месседж для украинской власти, который содержится в заключении Венецианской комиссии по поводу закона о государственном языке? И Билкова, значит, отвечает, что в нашем решении есть несколько месседжей. Их суть заключается в том, что необходимо равновесие, которое должно существовать между намерением продвигать украинский язык государственный и обязательством государства защищать другие языки, но при этом закон, скажем так, не прописан. То есть, в основном идет упор как раз-таки на украинский язык, а с другими языками, как бы, ну вот, в ущерб делается другим языкам. Это неправильно. В целом, Билкова говорит, что украинская власть предприняла позитивные меры для продвижения языка, и это абсолютно законно. Однако, шагов для того, чтобы защитить языковые права национальных меньшинств, недостаточно. Более того, иногда они ретрографичны, то есть, уменьшают те языковые права национальных меньшинств, которые у них уже есть. Я напоминаю, если вы откроете Конституцию, то вы найдете там одно прекрасное положение, что Конституция Украины не допускает ограничения сужения прав своих граждан. То есть, если вы по языковому принципу тоже сужаете права, то это нарушение Конституции. Об этом у нас Монахова не рассказывает. Одна из рекомендаций связана с заключительной частью закона, где говорится об административных санкциях не только за умышленное искажение украинского языка, но также фактически за любое нарушение языка. Языковой закон настолько широкий и всеобъемлющий, что санкции могут быть наложены за многие нарушения, включая статью 6, в которой говорится, что каждый гражданин Украины обязан владеть государственным языком. Действительно так прописан закон, интересно, что любое нарушение этого закона может подпадать под административную ответственность. И написано, что каждый гражданин обязан знать язык, и кто-то вдруг внезапно определит, что ты не знаешь язык, на тебе штраф. Что за бред? Вот об этом говорит нас Венецианская комиссия, но Монахова об этом не говорит. Ну, конечно, это же рекомендация, значит не будем об этом говорить. Вот тут вот рекомендацию мы рассказываем, что вот в рекомендации говорилось, а вот тут вот, что в рекомендации говорилось, не говори. Очень удобно, манипулятивно это, госпожа Монахова. Вот, поэтому в нашем заключении говорится о том, что ввиду установления такого широкого круга обязательств, изложенных в языковом законе, санкции могут быть диспропорциональны по отношению к степени тяжести нарушения. А это не соответствует европейским стандартам. Понимаете? Монахова чти это, что это не соответствует европейским стандартам. То есть, вся часть, касающаяся санкций, должна быть пересмотрена, а санкции должны быть либо изъяты из закона, либо ограничены на случай только особо серьезных нарушений. И еще, вот, Билкова отдельно подчеркнула, что в законе есть три, ну вот, установлено этим законом, три различные категории языков. Идется о языках коренных народов, языках нацменьшинств, которые являются официальным языками ЕС, а также языки национальных меньшинств, которые не являются официальными языками ЕС. И вот Билкова говорит, что вот это очень смущает и не дает понять, а почему вы именно так разделили языки, и почему к одним языкам такое отношение, а к другим другое отношение. То есть, по какому принципу, такому интересному, вы вдруг решили одни языки развивать, как бы, больше, а другие языки, наоборот, ограничивать. И вот она резюмирует. И в связи с этим, сам этот украинский закон о языке немного трудно поддается пониманию. Понимаете? Если закон трудно поддается пониманию, то как тогда этот закон будет использоваться? Если его трудно понять даже. То есть, он будет использоваться, как попало. Ну и напоследок. Мы сейчас стоим на нулевой точке. Нема еще ани штатного расписа, ани команды, яка бы приступила до выполнения обовязков. Нема и примещения, нема и юридичной адресы, нема и ничего. Вот Монахова говорит, что они находятся на нулевой точке. Но, как по мне, после этого интервью они находятся уже ниже нуля. И по вине самой Монаховой. Потому что она уже, даже не начав работать по-настоящему, уже начинает врать. Это вот то, что я говорил там про... По поводу законов во всех европейских странах. И манипулировать информацией. То есть, тут вот, которую удобно информацию говорить, она говорит. Которую неудобно говорить, она не говорит. Так что, уполномоченный по защите украинского языка на сегодняшний день находится не на нулевой точке, а на точке минус один. Или минус два. Ну, кому как нравится. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...